Имя российской певицы Юлии Чечериной знакомо многим любителям рок-музыки. В последние годы творчество Чечериной в основном посвящено военной теме. Певица часто выступает в горячих точках Донбассе, Нагорном Карабахе, Сирии. Юлия также приезжала в Абхазию, где ее неизменно тепло принимали зрители. Но на этот раз целью приезда певицы стала отнюдь не музыка. По ее словам, она приехала поддержать друга Ахруавицба и своих однополчан, задержанных 4 марта по обвинению в незаконном хранении оружия по предварительному сговору. На странице Юлии в социальных сетях стали появляться публикации, в которых она критикует действия властей Абхазии, в том числе и правоохранительных органов. Подобные оценки законных действий властей искажают сложившуюся ситуацию и тем самым дискредитируют имидж страны. Публикация вызвала негативную реакцию многих жителей Абхазии. Мы связались с Юлией, и она согласилась дать небольшой комментарий. Очень сложная ситуация, очень запутанная, много информации, и я пока что слежу исключительно за информацией поступающей. Реакции ты имеешь в виду комментарии? Да. Ну, я такого не читаю, потому что не все люди комментируют, и не все умные люди комментируют, поэтому это как пустая трата времени, я считаю. Вот. Я, значит, приехала в Абхазию поддержать своего друга Ахруавицба, и еще сколько там, четверо человек еще осталось, кого-то отпустили. Вот. Моих однополчан, можно сказать, в целом сограждан. Мы граждане Донецкой Народной Республики, и я считаю, что это вопиющая несправедливость, что моих воинов задержали здесь, и хочу добиться справедливости, правды, вот, и чтобы их немедленно освободили. То, что столько оружия обнаружили, вот, как вы прокомментируете это? Ну, про оружие – это тоже отдельная тема. Сначала покопайте, откуда оно взялось, и тогда поговорим. На наш вопрос о том, что многие граждане Абхазии посчитали публикации Юлии провокационными и оскорбительными, она и пояснила, что ее неправильно поняли. Я думаю, просто некоторые меня неправильно, может быть, поняли, невнимательно читали, не вникали, как бы, эмоции какие-то, может быть, включались у людей. Поэтому ни в коем случае, конечно же, я не хотела никак обидеть народ Абхазии. Я очень люблю Абхазию, эту страну. У меня много друзей абхазов. Я знаю, какие-то прекрасные люди. Один из этих представителей – это Ахра. И если бы все были такими, я думаю, тут бы просто был рай, реально. Вот. Но, естественно, люди не все хорошие, вот, и не все честные. Поэтому, конечно, я никого не хотела обидеть. Если вы внимательно прочитаете все мои заявления, без эмоций, то моя претензия только к существующей власти, которая незаконно закрыла моего друга в тюрьму. Никаких претензий к народу Абхазии я не предъявляла. Или меня неправильно поняли, или процитировали какие-то неприличные СМИ, нанятые боты, комментаторы и прочее. Так что меня неправильно поняли, если кто-то обиделся. Но, в целом, скорее всего, это от какого-то неведения. Что-то люди не понимают, недопонимают и невнимательно читают. Но ведь именно большинство этого народа и выбрало нынешнюю власть. Да неужели? Я приехала за своим другом. Я считаю, что его незаконно удерживают, шьют на него поклеп. Достаточно. Вы вот свою поддержку как будете? Будете по какие-то митинги или что-то так? Я приехала сегодня. Абхазы организовывают акцию, мирную акцию. Тоже по этому же самому поводу. Требую просто закона. Исполнение закона для всех равного. Ахравецба и его пять охранников были задержаны 4 марта. В доме, в котором проживал Ахвецба, сотрудниками СГБ и МВД были изъяты оружие и боеприпасы к нему. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенных группой лиц по предварительному сговору. 7 марта Сухумский городской суд избрал в качестве меры пресечения для Ахравецба и четверых его охранников заключение под стражу сроком на один месяц. По имеющейся ОСГБ Абхазии оперативной информации, Ахвецба и его охранники планировали принять участие в попытке государственного переворота. Следствие продолжается.